А товарка там одна базовая в месяц на человека, вот это катастрофически мало. Все время ты находишься в камере, выводят тебя только один раз в день на прогулку, где-то на час. На работу никуда не выводят. Сергей находится в узневолении уже больше за три года и весь этот час он у одиночной камеры. С 9-го века 23-го года нема в угле никаких свесток. Больше за год не прымают гроши Сергею. И нават я не ведаю, че есть у его зубная паста, те туалетные паперы, где он гэта берет. Когда мы приезжали в некоторые тюрьмы, нас выстраивали на коридоре в две шеренги. У нас тогда были дубинки, открывалась камера, называлась фамилия заключенного, на выход и бегом. Они пробегали, и мы все дубинками их просто кто как мог, так и избивали. Потом они там корчились от боли. Это Архипеллях Беллах, новый подкаст Радио Свобода про то, как Беларусь поступово перетворяют в турму. С вами Ганна Соус. В семи частках мы пройдем про все круги пекла карной системы режима Лукашенко. Затрымание сутки, следствия, хатные арышты, химии, этапы, калене, турмы и жице под наглядом по вызволенне. У гэтым нам допомогуть были и полезняволенные, и силовики, и правооборонцы, а так само Нобелевская ляурадка Святлана Алексеевич. Гэтая частка присвеченная тром турмам Беларуси у городне Могилеве и Жодзине, где у надзвычай жорстких умовах трымают политичных зневоленных. Архипеллях Беллах, Семы Круг Пекла, Жодзинская, Могилевская и Гордзинская турмы. Сучасная пенитенциарная система функционует таким чином, что многим политвязням после некольких шиза меняют режим на боль жорстки. И после нового суду с паправшых каленеу переводзясь на турэмный режим. Як поменяли его кулешнему прессовому секретару штабу Святлана Тихановска Александру Кабанову, який три годы зневоления провел с пачатку у Новополоской калене, а потом был переведенный у Могилевскую турму. Условия содержания в крытой тюрьме – это свидание у тебя нету, только краткосрочное в год, но его обычно сразу лишают, и свидание не происходит. То есть краткосрочное свидание – это четыре часа за телефонной трубкой. Там находится в этом помещении еще кроме тебя пять человек, ну пять осужденных, и стекло, трубка. Да, раз поведу былого политвязня Александра Кабанова про Могилевскую турму мы еще вернемся. А зараз про то, о чему большаясь политвязня переводзят на турэмный режим. Этот лумажность проставник инициативы былых силовиков «Белпол» был и супрацовник криминального вышуку Владимир Жигар. Пройдут через такое многие. Вообще это система постоянного давления, чтобы человек никогда не ощущал себя спокойным. Потому что когда человек попадает в камеру, он разнакомился с людьми, либо он попал в отряд, он разнакомился с людьми, он уже немного начинает привыкать, он уже начинает немного адаптироваться. А любой перевод его в другой отряд, в другую камеру, в другое исправительное учреждение – это стресс. Этому стрессу, с их точки зрения, необходимо подвергать каждого политического заключенного. Неважно, политик, активист, волонтер, мимопроходящий. Если ты желтая бирка, если ты человек задержанный и осужденный по политическим статьям, с тобой можно сделать все, куда бы ты ни жаловался, что бы ты ни делал, никого это не интересует. И об этом знают все. От любого сержанта, самым захудалом ИВС, чтобы вы понимали, тот же Калинковичский ИВС, я не знаю, как сейчас, но до 2020 года, там не было даже унитазов внутри камеры, там были просто ведра. Так вот даже такого захудалого ИВС, условный сержант или младший сержант, он прекрасно знает, что что бы он ни делал политическим заключенным, все это сойдет с рук. Вообще все. Правооборонца Центру Вясна Яна Галаган говорить про то, что все турмы Жодзенская, Городзенская и Могилевская выкаристовываются, как додатковый тиск, как усмаснение покаранья, которое призначил суд. Треба разуметь, что нема никакой методички по выживанию вязня у местных заняволения. Кожная история политвязня вельми индивидуальна. Яны абирают ту линию поводзена в зависимости от своего психологичного или физического состояния, умов, в которые их перевозят. От початка яны проходят с шматлики сутки в штрафных изоляторах, потом от месяца до некоторых месяцев яны утримливаются в ПКТ. И треба разуметь, что укрытую турму яны уже приезжают у вельми дрэнным физичным и психологичным станем с вельми дрэнным здоровьем. С 61 человека, про яких нам вядомо, что яны были переведены на турэмный режим, вышли только 4 человека на волю. Тобок информации про тое, яке теперь умовы у гэтых турмов, вельми мало, бо яя просто нема от куль браць. И тому уся информация, якую мают правоборонцы, яна вось сходзеть просто альбо от тых, хто выходил и передавал некую информацию, альбо от неньких крыниц и знакомых ситуаций. И тому, працуючи над гэтой часткой подкасту, мы сутыкнулися с тым, што практично немагчыма записать былых политвязняв, які сидели у турмах пасля 2020 году, бо практично все яны яща знаходзяться у зняволяне. Тым не менш, мы змагли собрать шэрах уникальных свечэняв. Турман номер 8 Жодзіна, вязница Сергея Тихановскага и Игра Аленевича. Начальник Дмитрий Страбков. У Кастрышніку 2023 году Польща выдала европейский ордер на ареш начальника жодзенской турмы Дмитрия Страбкова. Па працтавленні прокуратуры Польщы ёны яща 5 силовяков абвешчаны у Межнародный вышук. Турман номер 8 ў Жодзіне лішыцца адной з самых жорскіх у Беларусі. За яя кратамі трымаюць некалькі десятка политвязняв. У тым ліку Сергея Тихановскага Игра Аленевича Миколая Дзятка Дзяніса Івашына. Будынок турмы ўзвялі ў 1984 годзі як ляшэбна працовны прафілякторый. А ў 1992 годзі яго пераутварылі ў слэччы ізалятор нумар 8 Мен Аблвы Конкаму. У 1999 годзі был адкрыты спаціяльны корпус для пыжыццёвазняволяных. Тэрыторія рэжымны ўстановы займае ўчастак 7 гектараў. На іх размещына 6 рэжымных карпусоў. У Жодзінской турмі 10 гадоў таму сядзеў Алесь Беляцкі. Бой, што ён расказваў пра яе ў жнівні 2014 году, калі вышыў на свободу пасля трога да ўзняволяўня. Турма јта саправады цяшкове прабывання для наших палітичных вязнёв, бо там, оказываўцца, розны сродкі ўплыву, ўтіску на кожного індивідуальна, вось, які сядзять, на тых людзі, які сядзять за палітичні переканані. І там іде саправадна борцьба. Калі ты, якби, змагаюшся з той системой вось этой колоні, з системой департамента виканані пакараннів, яка натуральна кіруецца атрымліва інструкцій, да скааць, з іншых больш высокіх кабінетав. А вось, як ўспамінае жодзінскую турму, жонка Алесі Беляцкаха Наталя Пінчук. Уражані ад Жодзіна ў мені засталося самая такоя непрыемная. Ніжы, ка нам был перевод туды ў Жодзіна, і я чыста выпадкова давідаласся, што Алесі туды перевелі. Чыму ўражані пра Жодзіна ў мені вельмі кепскі, ну, вірагодна і па контрасту, тому, як прымалі там передачы продуктовы, тому, што першу перідачу, яку я завезла туды, мені амаль, што палову ё вірнули назад. І я амаль, што цялкам эту передачу павезла назад. Чым іще пам'ятна Жодзіна, это размовамі ап тым, што там найбільш жёсткі умовы утраманію праўнані з іншымі турмамі. Мені ўжо склалася пэлне уражані пра гэта, і, ну, такое достатково устойлівае, тому, што наступны падзеі, і той, шым я сутыкаваласе, шым сутыкавасе Алесіну, якбы з'являліся падцвірчэнім гэтаму. Яго, я пам'ятаю, змістіли ў камеру. Камера была ці на аднагу, ці на двух чалавек, і гэта был зімній час, в акно було незачынене, і вісь час адкрыта, і што прывело до того, што Алесі вельмі моцна захвореу. І гэта окно ніхто не збіраўся зашыняць, і, пасутнасі, вось, такая вот пытка холодом отбывалася в жодзінській этой турмі. Тепер палітвязінь, нобелівській ляурат, Алесі Беляцкі, знаходзіцца за кратами ў городській каліній ў адзіночной камері. Жодзінськае турмі з ніякай да памогі. А ўжо про некі продукты ці вітаміны і казаць не прыходзіцца. Тобок ён не можы ніяка таварыцца з усім, грошей нема. Мы адправляем гроша, але яны вертаюцца. У верасні, я адправіла яму двухкілограмовую пірадашу, якую павінны яму пірадаць, але ж так сама, я не разумею, трапіла яна да Сергія Ціне. З лютага так сама пачалі заварошваць кнігі. Калі раней, ў нас была махчымасць замавляць ў крамі, мы аплачывалі, ён їх атрымліва, то зараз ўсё вернули і нічога яму не пірадалі. Пра умовы атрымання, якія цяпер ў яго, я не веду нічога. Я тут могу так догадывацца, што яшэ горшчым было. А якія былі, мы можна меркаваць патым виды, якое паказалі пасля хвалі павідамліні пра ягоную смерці, якую арганізавалі так званые добра зачлівцы. Каб пагуляць, я думаю, на моїх нервах, на нервах маті ягона, яка ў вельмі цяжкім стане зараз. Я расказала, што я гуляць пазнала на тым виды, ён зусім іншы чалавек, толькі паглядзевшы някалькі разу, пабачывшы, як ён рухаецца. Я зразумела, што гэта ён, бо пазнаць немахчыма, і гэта було так страшно, я памятуюсь свої пачуці ў той момент. І самая жахлівае, што ён адзін там, і яму нема з кім паразмавляць, і калі ён не разумее, што отбываецца ў свеце, я ўпэвніна, што яго спробуюць запэвніць, што ўсе забыліся, што ніхто ёму не піша, і што не варта було наватлесті, то я не магу проставіць, як яму тяжка. А леш, с тым самым я разумею, што людзей, як Сергей Тысяча, тысяча ў турмах, і кожны шалайка, то болю сэрце. А пра людзей, які ў гаманітарным спісі, с цяжкімі хваробамі, і на огоу немагчыма думаць. Вось таму мы не можам апустіць руки, нам трэба вратаваць нашых родных, любімых стурмаў, і таму ось я працягу рабіць, што я могу. На умовах ананімнасті пра турму ў Жодзіні расказваў свабодзі адзін з былых яє вязняў. Паводля яго, Жодзінская турма лішыццася рот асуджыных червонай зонай. Гэта значаць, што рейтам вядуць адміністрація і контралёры. Мы агучваем расповяд былога вязня. Там просто ламаюць людзей. У нас тры крытыя турмы ў городні, Могилёві і Жодзіні. Вось Жодзінская турма, гэта просто пекла на землі. Для прикладу, калі чалавека піраводзіць з Жодзіна ў гыбокая, дзе строгі рэжым, то гэта лічыцца щаслівым квітком і узнагародай. Скажу шчыра, што для блатных сядзець ў городній цю Могилёві ў крытый турме нічога страшнага нема. Пры наявнасті грошай можна мець і чорную ікру на стале і навад дзявчынку. Прывядуць самі опыры табі і ў кабінет. У Жодзіне такого нема. Был і Вяззін свечыць пра тою, што ў Жодзінскую турму шасам праїжжае спецназ, каб трэніравацца назняволінах. Міліціянты падавляюць умовны бунты, а заадно б'юць Вязняў. У такой трэніровцы калісті ў дзельнішыў былы алмазавіць Ігор Макар, пра што ён раней рэсказаў свабоді. Работая в Алмазі, і ми тога ёздили по тюрьмам, ще в то время, кога ще тога-толико алмаз переймановали в антитеррористическое подразделение. Кога ми приїжджали в некоторые тюрьмы, нас выстраивали на коридоре в две шеренги. У нас тога були дубинки, закривалась камера, називалась фамилия заключённого, на выход, і бегом в обратну сторону. Они пробегали, і мы всі дубинками просто кто бакмок, так і избивали. Так же делалось второй, третий, то есть там потом они там корчились от боли на той стороне, потом опять же называлась эта же фамилия, і в камеру бегом. Примерно где-то это был, може быть, 2000, може быть, 2001 год, і, наскільки я помню, це було в Жодино. Ми там проводили занятия, свої тренировки, і потім начальник тюрьмы сказав, що нужно там показати силу, тому що є люди, які не согласны з режимом, где-то там что-то делают, плохо, где-то було, ну, наверное, камер 5-6. Ізбивали жуткость. Це практикується, це практикується і в амоні, це практикується в Алмазі. Расповід Ігора Макара підтверджає, представник об'єднання збільших силовиків Байпол, але, Но ни один из них официально не обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений, поскольку были запуганы. Но информация такая была. Белорусская Нобелевская лауратка у литературы Светлана Алексеевич шула про подобные туремные практики у российских турмах. Еще когда я делала книгу «Время за конфетами», мне рассказывали, что это практикуется в русских тюрьмах, что действительно на человеке тренируется. Сталинская машина работает и приспосабливается к новым условиям. Я не слышала, что такое было при Сталине, но вот видите, уже в наше время они придумали вот такие способы. Но это мне рассказывали, я не знаю, насколько это доказательства, что они как бы охотились, учились стрелять на бездомных. Такие страшные рассказы. Я не ручаюсь, что это точно правда, но в нашей такой страшной жизни это похоже на правду. Какая из трех турмов в Беларуси наибольшь жорсткая для политвязня и у вогулевязня. Что тыжица бытовых умов, то по водле былого прокурора Ракицкого яны лепшие у Жодзинской турме. Вот как ни странно, наверное, Жодзина это самая новая тюрьма и там эти условия более или менее нормальные. Но с учетом администрации, то это, наверное, самые жесткие условия содержания на сегодняшний день в Беларуси. Это не только на сегодняшний день, это, наверное, вот середины 2000-х годов, вот даже может быть и раньше. Тюремный режим организовывается в соответствии с требованиями закона, должен организовываться. Вот уже как это исполняется, эти требования закона, в большей степени зависит от администрации из правительственного учреждения. Что касается Гродненской тюрьмы и Могилевской, то там я не слышал, по крайней мере, про вот такие жесткие, неоправданные, скажем, действия в отношении лиц, которые там содержатся со стороны администрации. В Жодзину таких свидетельств очень много. На початок лютого 2024 года правооборонцы весны зафиксовали каля 55 тысяч выпадков репрессий с початку выборчей кампании 2020 года. За гэтый период не меньше за 4500 человек осудили по водле криминальных справов. Близу полторы тысячи человек с гэтого спису политичные изневоленные. Фактичная колькасть политвязня может быть большей. Паводля оценок пары, от 200 до 500 тысяч беларусов были вымушены покинуть краину у вынеку политичных репрессий после президентских выборов 9-го жнивня 2020 года. На свободе после отбытия термину, а после утеков, каля 1400 былых политвязням. Паводля колькасти политвязням на колькасть насельництва Беларусь ця пера перейдживая Иран и Венесуэлу. Гэта Архипеллях Белах. Новый подкаст «Радио Свободы» про то, як Беларусь поступово перетвараюць у турму. З вами Ганна Соус. Мы расскажем, як побудаваны Архипеллях Белах знутры, на чем ён трымаецца, які люди там працуюць, на чы и загад катуюць и доводзять до смерти политвязням. У подкасте вы пачуеце парады былых политвязням, былых силовеков и правооборонцов. Як прайсті Архипеллях Белах з найменшымі стратамі для психічнага і фізычнага здоров'я. Турма номер 4 ў Могилёве. Вязніца Яугена Афнагеля і Таціаны Каневскай. Начальник Олександр Дзмітраў. Йсторія слэччыў турмы Могилёва пачынаецца с 1979 гаду, калі ў будынку запрацавала СІЗА. Ізалятор тут знаходецца і цяпер, і он суседнічае з турмой, разлішаны на тысячу чалавек. У турме могут знаходецца да 200 чалавек адначасова. Пасля выбара ў 2010 гаду ў Могилёвскай турме сядзеў экс-кандыдату президенты Мікалай Статкевич, яко гэта дэ осудзілі на 6 гадоў пазбавлення волі. Пазній палітвязіню спамінаў, што бачыў сонца ў турэмной дворыку толькі ў лєтку. Гэта звязана з тым, што да в окна ў слэчыў турмы привараная металішныя палоскі шырынёй 5-6 сантыметраў. Яны знаходецца звонка вага боку акна пад вуглом 45 градусаў. У выніку вязні пазбавлены дзённага святла. Цепер ў турмі номер 4 знаходецца боль за 30 палітвязняў. У тымліку Явген Авнагель, Таціяна Каневская, Мікіта Ємельянаў. Былы палітвязінь Александар Кабана утлумачыць, шаму ён радываўся, калізнава поласкай калёніў, яго піраўлі ў Могилёвскую турму. Адміністрація адносіцца дастаточна не так, як на единіцца. Таўс, там не бала растяжык. Ессі на единіцца с тобой на вы, это, ну, как бы, ніхто не обращаецца, это нормально, то в Могилёве там резка брацаецца вагажаста, што все саатруднікі обращаецца строга на вы и па імені отчасту. Я так думаю, што ўсё-таки очень сильно зависит от начальника. Там разницы, ты политический или ты зэк, не ощущается. По крайней мере, ну, в Могилёве я такого не слышал. Я сидел тоже и с убийцами, в основном с убийцами, у которых длительные сроки, которые отсидели по 10, по 15. Ну, у нас конфликтов, в принципе, не было вообще. Ни по поводу политических там каких-то моментов, ни по поводу того, что я политически вообще, а не уголовные, ни по поводу Украины, ни по поводу Лукашенко у нас конфликтов, мол, не было. Ни на бытовой почве, там, из-за еды и так далее. То есть мне как-то везло в этом плане. Саму турму Александр Кабанов описывает наступным чином. Это старая тюрьма. Сидел сначала в старой камере, такая она убитая была. Потом, при мне же, в этой камере, в которой сидел 135-й, сделали ремонт. То есть положили какую-то плиточку там, перекрасили стены, покрасили нары. Это три этажа, плюс подвал. В подвальных помещениях находятся карцера и ШИЗО. Вот, а на этажах находятся там камеры, кабинеты сотрудников некоторых, ленинская комната. Ну, условия содержания в какой-то тюрьме – это свидание у тебя нету, только краткосрочное в год. Но его обычно сразу лишают, и свидание не происходит. То есть краткосрочное свидание – это 4 часа за телефонной трубкой. Там находятся в этом помещении еще, кроме тебя, 5 человек, ну, 5 осужденных. Вот, и стекло, трубка. Библиотека, ну, относительно неплохая, то есть 2-3 раза в неделю может прийти библиотекарь. Значит, есть психолог, с которым можно пообщаться. Приходит один раз где-то в 2 недели, там, иногда в 3 недели. Священнослужитель, к которому тоже можно записаться, прийти. С питанием как в лагере, так и в тюрьмах стало гораздо хуже. Изменили нормы, очень много чего убрали, потому что тюрьма достаточно дорогое удовольствие для государства обходится. Урезали очень многие нормы и мяса, и птицы, и рыбы. Больше добавили различных каш. Правооборонцы весны, Яна Галаган, раець, что можно зробить политвязню одразу после перевода у тюрьму. Первое, что требует разуметь, что никакая администрация не любит и не ухваляет спрячек зим. То бок, по прибытии вязняв уже у тюрьму, зимы проводятся гутерки, по час якой варта человеку просто казаць, что он обычный нормальный человек, что он не мае мэты робить бунт, спрячаться с супрацовниками, и он просто хоча спокойно досядзить свой термин. То бок, обычная размова с супрацовниками можа пауплывать на тое, что на яго не будзе просто одразу оказывацца тиск. То бок, калі просто чалавек сядзіць тиха, не спрячаць, не робець чогось ці, скажам так, забороненага, то з большей верагоднасцю яго не будзець отправляць, напрыклад, у штрафный ізолятор, ці у карцарці, пераводзіць у нічу камеру, напрыклад. То бок, просто сказаць, что ты гатавы сядзець тиха, спакойна, просто каб досядзець гэты термин. Чаму найбольшай праблему у турмах спазнают шырокавядомые политвязни, тлумажець правобаронцы вясны Яна Галаган. Вельмі такі важны фактор залежыцца таго, наколькі чалавек медийны, наколькі гэты политвяззень вядомы ў інформаціонны прасторы. Бо калі мы кажым, напрыклад, пра медея персону, то, нажаль, любые узгадывані пра яго вызываюць резананс ў грамацтві. І гэта інформація, яна працягвае увагу да адміністрація турмы, да парашэння правов чалавека з іх боку. І таму ніякая адміністрація ні калонії, ні турам, яна не любіць, калі пра іх ў вогу ліштості узгадываюцца. Таму, нажаль, ва ўсіх, скажам так, турмах, да, і ў Гродзенской, і ў Магилёвской, адміністрація калонії, калі бачыць пэвныя ніякі пастыці інформацію, ці гутарку там са сваякамі, які кажуць, што на іх сваяка аказываецца тиск, гэта інформація выкарістовываецца супра чалавека, тоба, займ больш пільна сочыць, складаюцца рапарты, чалавека адправляюць ў штрафныя азаляторы, напрыклад. Гэта не выкарістовываецца супраць ўсіх вязняв. Я тут кажу, мінавіта пра медея персоны, які вядомыя пра якіх узгадываюць вельмі часто. Правооборонцца Яна Галага нарайць сваякам палітвязняў. У таких выпадках, калі не апублишваць інформацію, то хаця б зяліцца ёс правооборонцамі. І яшы адна парада на конзнявоління ў Магилёвскай турме. Вядома, што ў Магилёвскай турме, напрыклад, пасля пераводу вязня адміністрація па своёй ініціятыві можна намагацца перавесці вязня ў так званы низкі статус. Нажаль, таксяма распасюджіная такая пралема. І для гэтага вязня замешчаюць ў пэлну камеру, дзе інші вязні спрабуюць примусіць, напрыклад, прыбірацца. Звычайна, чалавек ўжо разумее, што гэта за камера, і дзеля чаго я гэта доперыводзіць. І тады ў такой сітуаціі чалавеку варта не размавляць з людьмі ў гэтэй камеры, варта не вітацца з імі, просто грукацца ў двер і патрэбаваць пераводу ў іншу камеру. Тоба гэта може быць не адна камера, а іх може там, напрыклад, праз 2-3, ён павінін будзе прайсці праз гэта, але вась чалавеку трэба трымацца, не размавляць, не вітацца, і просто грукацца і прасіць намагацца, каб яго перавелі. Тоба гэны так тэстіруюць, глядзяцца на колькі вэць чалавек, може быць, я не веды ў дрэнным психологічным стане, каб там на штосце пагадіцца, таму лепш за все трымацца і намагацца пераводу. Калі мы маэм баўш чым за 1450 палітвязняў, відавочна, што вязні перасікаюцца пэміж сабой, яны бачыцца дзен адного табак яны размавляюць, яны могуць спараецца, іх могуць папярэдзіць. Таму, завычайна, вась, мінавіта гэтае кола палітвязняў, яно такуе фармуе разумэння адного чалавека на тое, як павінна ўсі адбывацца, як там ўсі адбывацца, і таму чалавеку крыху прастей, турману марадзіну горадні, вязніца Павла Севярынца і Мікалая Аутуховича, начальнік Павал Казакоў. Турману марадзін, абу адзінка, месціцца ў старой часы горадні. Свою гісторую вязніца офіцыйна вядзе 1820 году, калі указам росейськага цара Александра Першага, вядому ў рэші паспаліта іезуіцкэ кляштар с калегіумам, був ператворыны ў перасыльную турму. За польскім часам палітвязнямі горадзінскай турмы былі іму вазнаўцца Браніслау Тарашкевич, лідер Кампарты Заходній Беларусі Сергій Прытыцкі, письменнік Пеліп Пестрак да інші. До масавых пасадок палітышных вярнуліся ў часы керавання Александра Лукашэнкі. Паводлі праваобаронца ў горадзінскай турме цепір трымаюць боль за 50 палітвязняў, ў тымліку Павла Севярынца і Мікалая Аутуховича. Тут катавальнамі умовамі і неаказанням медычны дэпамогі был даведзіны да смерці палітвязень Алесь Пушкін. На турэмный тэрыторііі знаходяцца карпусы слэччага ізалятора і крытай турмы строгага рэжыму. А крамя самых злосных злачынцаў, так званы крытцы, сядзят ты, хто не дабыл пакарання ў калёнях, бо адмовіўся супрацовнішыць адміністраціі. Парушаў рэжым і розныі загады турэмнага начальства. Гэта ў тэмліку і палітвязні. У 2015 годзі ў горадзінскай турмі урашыста адкрылі музэй турэмнага побыту. А пра реальны турэмны быт разказываюць на умовах ананімнасті былыі вязні. Спрэчыно бязпікі мы агучваем іх расповяды. Турма ў горадні – страшная мэсца, дзяты аддасі ўсё здоров'я. Вязняў там трымаюць ў камэрах, яны не абачаць соннішнага святла. Ад гэтага ў многі хутка пачынаюцца хваробы з року, лёгких і скуры, праблемы са стравнікам. Перадачы звулі абмежаванная да минимуму. Харчавання там вельмі паганая. Гэта бульба, сечка, панцак і часам нештападобная да тлушчу. Шпацарвязні маюць адзін разу дзень, і той ў закрытым бытонным дворэку. Там шмат спозабаў взламаць чалавека. Паперше – голад. Калі ты пазбавлены ад таваркі, нямаеш пярадач, дык будзеш гладаць. І гэта скрадзе твая бошня здаруўе. Падругое – холод, лякі не спрыяе імунітэту. Трэцее – не ўсе маральна вытрымаюць адзіночну камеру, калі туды цябе кінуць. Часвёртае – нервы. Вось на гэтым умеюць тамы граць добра канвойныя. А ад таварка для вязняў укрытый турме махчымая на месяц толькі на адну базовую вялішыню. Гэта – 37 рублёў. Дазволіна адно краткатарміновая спаткані на год і тоя прасшкло. Пратяг ваяшы адзін былы вяззінь горадзінской турмы, які бапрасіў захаваць ананімнаць з меркаваніў бязпекі. Як будзіш скарззіцца на моцны боль, то максимум, што адрымаеш, абязбольвальна. На гэтым ўсё. Мы ўсе вязні – ня людзі для медыка. Я трапляў ў рэспабліканскі турэмны шпіталь, але гэта адбылося толькі дзякуючы настойливості сваяков. Дабіцца лячэня могут столькі сваякі з волі. У горадзінской турме ўсі падзілы памішасуджанамі. Нікаторые камэры заселіныя прыхінніками блатных паняцців. Я думаю, што ў выпадку с палітычным Олесім Пушкіным злую ролю сыграла той, што ён явна не сядзеў с прыхінніками крымінальніх паняцців. Бо каліп ён был у масі, то астатнія осуджаная падняліп страшны гвал, што чалавіку блага, а медычной дапамогі няма. Супрацовнікам давялося б аказваць дапамогу. Значыць ён ці был у адзіночцы, ці сядзеў з іншым контэнгентам. Жорсткасть турэмніка ў дычыніні дапылітвязня, утлумачыць представнік ініціативы былых сілавіков Білпол, пылы супрацовнік крымінальнага вышуку Владімір Жыгар. Любым политическим заключённым сложно. Устроить им сложную жизнь можуть везде. Не заметил, не застегнул пуговицу, за этим последует неминуеме наказання. Потому што таков приказ, потому што их за людей не считают. И это в 21 веке, это в центре Европы, и это все видят, и очень многие в Белорусі про это знают. И это знают те же самые так называемые правоохранительные органы, они это всё прекрасно понимают, но для них люди, связанные с политикой, это люди, ну, для многих, во всяком случае, так, что это враги. И с врагами нужно поступать с их точки зрения вот такими нечеловеческими методами. 11 липеня 2023 года загинул политвязень моста Колесь Пушкин. До смерти у реанимации шпиталя он отбывал покарання у городзинской крытой турме. Про восьмый круг пекла, куда свядомо кидают политвязня, штрафные изоляторы, перавоту помешканья камерного тыпу, катаванья за кратами, свядомая неказанья медичной допамоги, смерти политвязняу у шостой часцы подкасту Радео Свобода Архипеллях Беллах. З вами была Ганна Соус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова